В 2007 году, когда мы начинали проект формулы студентов МАМИ, мало кто мог поверить, что за 4 года начинающая команда построить 4 гоночных прототипа выступит на 5 международных финалах. Сейчас в это уже не сложно поверить, ведь еще никто не научился опровергать факты. В 2011 году наша формульная команда МАМИ поставила перед собой очень непростую задачу принять участие сразу в двух международных финалах на трассе Хоккенхайм Ринг в Германии, которая стала для нас уже привычной. И на трассе Редбулл Ринг в Австрии. Это был по-настоящему новый опыт. Это был один из самых сложных сезонов в моей жизни и, конечно, в жизни команды. Первая проблема, с которой мы столкнулись, это набор. Он происходит в начале года, в октябре месяца. Нам нужно обновить команду наполовину, набрать порядка 10 человек, но к нам приходит 100, и это сложная задача выбрать правильных людей для работы в течение года. Перед нашим отделом стояло несколько основных задач. Значит, первое, снижение массы автомобиля, снижение высоты центра тяжести, улучшение управляемости, поведение автомобиля в целом. Основной идеей было понизить высоту передней части автомобиля. То есть, по сравнению с прошлой, за счет другой рамы, за счет другой посадки пилота, удалось снизить вот эту часть, особенно часть передней дуги, порядка на 10 сантиметров. Мы экономили в этом году на всех креплениях. Это более легкие кулаки, более легкие подшипники, более легкие ступицы на приводе, облегченные валы. Улучшение управляемости. Здесь тоже много факторов. Непосредственно кинематика направляющего аппарата, кинематика рычагов. Проработано именно положение центра клиента. Спереди это чуть ниже уровня земли, сзади это на уровне земли сделано. Усовершенствована сама подвеска, моношоковая подвеска, расчетана более детально жестких стабилизаторов. В этом году основными задачами отдела двигателя были снижение центра тяжести и снижение массы силового агрегата. Решили установить систему смазки сухим картером. Первым делом нужно было сделать 3D-модель двигателя. То есть, абсолютно все детали сначала оцифровываются вручную, и потом собирается, делается сборка SolidWorks. И в итоге мы получаем полную 3D-модель, полное представление о устройстве двигателя. Установка системы смазки сухим картером. Мы смогли опустить двигатель на 78 мм. Мы расположили насос, откачивающий непосредственно в двигателе. То есть, там было небольшое место, мы смогли его заполнить откачивающим насосом. Основные задачи были на сезон 2011 года. Это полностью поменять электропроводку, не использовать больше блоки с мотоцикла, использовать устройства из гоночной линейки различных компаний. Мы должны были изменить блок управления двигателем, систему переключения передач, приборную панель. Это те 3 вещи, которые в основном нам мешали добиться результата. Жизнь в формуле студент не ограничивается механической работой. На самом деле, огромную роль для команды играет экономическая часть. И самое главное в этом, это отчет по стоимости автомобиля. Если брать cost report, это оценка стоимости, то, наверное, если у ребят это уменьшение массы, повышение мощности, то у нас это повышение точности нашей работы. Сам по себе отчет по стоимости, он представляет то, насколько досконально мы готовы оценить наш автомобиль, начиная от двигателя, заканчивая гайкой колес. Здесь абсолютно планомерно мы шли каждый год путем увеличения объема. В прошлом году мы получили доклад в 300 листов, и хороший путь увеличить хотя бы до 500. Что мы в итоге на самом деле сделали. В итоге, в конце июля, наш четвертый болид был готов. Команда работала целый год, и мы многое делали впервые. Но все это стало возможным лишь при одном условии. Потому что каждый из нас в течение года вкладывал в этот автомобиль частичку своей души. Музыка Музыка Первым международным этапом в этом году для команды формулы студент Мамии стал этап в Австрии, который уже третий год проходит на известнейшей трассе Red Bull Ring, расположенной в предгоре Альп. Но на самом деле Австрия была, наверное, самым сложным этапом за всю мою карьеру в формуле студент. Основные проблемы начались у нас после того, как мы выехали на автокросс. И все началось после шпильки. После первой шпильки, где-то метров через 200 после начала круга, двигатель перестал реагировать на педаль газа. Там выжимной шток сцеплений, он просто заедал, и сцепление просто пропадало. Там в Австрии еще нельзя работать с машиной после 8 часов вечера. Мы просто забрали машину в кемпинг. Были единственные команды, которые работали в кемпинге, там, где все отдыхают. Нашли там свет и работали с машиной всю ночь напролет. Причем, что самое интересное, нам помогали не только немцы, то есть ребята из других команд, нам помогали еще и судьи. Под утро мы закончили со сцеплением, поставили новые детали. Но завести, проверить у нас не было возможности до 10 часов дня. И тут у нас возникла вторая проблема. После переборки сцепления у нас достаточно много масла попало на выпускной коллектор. Раньше с этой проблемой мы справлялись просто прогревая двигатель на низких оборотах. В этот раз масло попало чуть больше, чем обычно. В какой-то момент у нас загорелась обмотка коллектора. Сработали оперативно, быстро все затушили. На этом можно было закончить этап в Австрии. Но у нас ребята не из слабого десятка. И решили все исправить и успеть до гонки. Что самое поразительное, у нас все получилось. К концу эндюранса наша машина под аплодисменты всех, кто там были, выехала на гонку. Между Австрией и Германией у нас оставалось порядка двух дней. Основная часть команды отправилась на отдых, чтобы восстановить силы, чтобы подготовить отчеты по инженерным специальностям. Два же человека, в свою очередь, отправились в Калсруе. За эти полтора дня доделать автомобиль и привезти его уже в рабочем состоянии в Германию. Настроив автомобиль в Калсруе, мы были уверены, что автомобиль поедет в Германию. Мы сможем его завести и пройти хотя бы часть тестов. Германия. На этот раз для меня это второй раз было. Для команды это было уже для машин четвертый раз. Для кого-то это было первый раз. То есть у каждого свои ощущения. Могу сказать только одно, что все-таки уже я знал примерно чего ожидать. То есть и автомобиль был уже намного лучше подготовлен, чем в том году. И это благодаря австрийскому этапу. Важнейшей частью соревнования «Формулы Студент» является технические и экономические презентации. По сути, это напоминает защиту дипломного проекта. Но вместо преподавателей здесь судьи. Ведущие инженеры, дизайнеры и экономисты. Компании с мировым именем, такими как Daimler, Opel, Continental или Mercedes-Benz. Когда мы привезли автомобиль на Design Report, когда нужно представлять свою работу перед инженерами различных компаний. В этом году у меня были инженеры из BMW, а в Германии были ребята из Opel. Ты понимаешь, что, опять же, ты идешь правильным курсом, ты неплохо делаешь свою работу. С точки зрения инженерии, электрика уже не такая плохая. И многие вещи, которые должны быть в таком автомобиле, они сделаны. После этого проходила презентация Кост-репорта. И она настолько мягко и плавно перетекала из вопроса в вопрос. В принципе, презентация прошла в очень легкой форме. Общение, можно сказать, даже. После чего на лицах судей было какое-то очень приятное удивление. И они сказали, что пока лучше не видели. Результаты. Кост-репорт по чистым баллам у нас выходит в районе третьего места, 78. Но тут считаются штрафы, в связи с чем мы слетаем от Кост-репорта до 38 места. Но самое интересное на формуле студент происходит в ходе динамических тестов. Всего их четыре. Разгон, восьмерка или скит-пэт, автокросс и финальная гонка на выживание. Эндуранс. Пилотирование болида в формуле студента – это довольно-таки трудоемкое занятие, требующее большой ответственности. Потому что, когда ты садишься за руль автомобиля, на котором ты никогда не ездил, а строили этот человек 20 ребят, с которыми ты провел целый год, и ты понимаешь, что от тебя зависит сохранность автомобиля, это очень большая нервная нагрузка на пилота. Поэтому, когда первый раз ты садишься за руль этой машины, нужно вести себя очень спокойно и аккуратно, привыкать к автомобилю, только после этого стараться выполнять какие-то более сложные повороты и более высокие скорости. Перед тем, как тронуться и показать свой первый круг, на самом деле эмоции просто переполняли. Машина, во-первых, мощная, во-вторых, она управляется совершенно не так, как обычный дорожный автомобиль. Возлагалась очень большая ответственность, потому что от моих результатов зависело количество очков, которые мы получим за это испытание. На следующий день, то есть, было самое, наверное, ответственное мероприятие, все, как бы, логический финал соревнований – это эндюранс, гонка на выносливость. То есть, были опасения перед гонкой за переднее левое колесо, то у нас на протяжении двух этапов присутствовала проблема с самим кулаком и самим подшипником. Гонка на выносливость длится 22 километра. Ровно посередине дистанции происходит смена пилотов, во время которой судьи проверяют техническое состояние автомобиля. Больше двух третей команд в Германии не проходят эту проверку и не доезжают до финиша. Во время смены пилотов с нами произошло то, чего мы больше всего опасались. Здесь есть посадка под подшипник, которая была расточена как надо, здесь есть посадка под стопорное кольцо. Когда люди делали канавку под стопорное кольцо, не знаю, может, отвлеклись, может, не заметили, ну, всякое бывает. Они расточили здесь чуть больше диаметра. Но во время гонки, это дало о себе знать, подшипник смещал, ну, то есть, это кольцо начало от боковых нагрузок чуть выползать наружу, смесь с ним начал уезжать подшипник. Уехал подшипник, сместилась вся сборка ступицы, тормозной диск и триггерные кольца для трекшн-контроля. Ну, и результатом чего стало касание болтов об кулак. Где-то, ну, на протяжении нескольких кругов болты крепления триггерного кольца терли об кулак. Да, это очень печально, то есть, мы не проехали в этом году, не доехали Endurance, но в основном остальном это был очень позитивный результат, потому что, хоть мы не доехали Endurance, но приняли участие, во-первых, во всех динамических испытаниях, что раньше не было ни разу, и получили достаточно высокие баллы за скейтпэта, неплохие баллы за разгон, баллы за автокросс. То есть, да, мы не получили на Endurance, но, к сожалению, мы бы даже если бы доехали, много баллов там не получили по сравнению с машиной-победителем. И вот это все вместе, плюс неплохие баллы на статических испытаниях и высочайшие баллы на Cross Report, который заслужил Даша, мы поднялись в итоговой таблице на 15 мест по сравнению с прошлым годом и попали в 50 лучших команд немецкого этапа. То есть, поэтому я считаю, это здорово, есть над чем работать дальше, к чему стремиться, есть уже идеи и планы, что делать в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok